Пришла такая серьезная реклама, что программа Интер, на телеканале Интер, типа после Нового Рока, будет такая программа «Время строить». А ведущие будут Ани Лорак, сумно, естественно, наша спевачка, и Оксана Марченко, это женщина пана Медведчука, которая является кумом пана Путина. Так вот на эту тему пару слов хотел сказать. И предложить им лучше валить в Москву и что-то строить там, начиная от МКАД и заканчивая Камчаткой. Там, на самом деле, больше бабла, доляр, которые они так очень любят, поэтому, наверное, им прямая дорога туда должна быть. Ну а так, в принципе, что у них наиболее вдало вдаётся побудовать, это, мы все знаем, это виллы в Испании, в Ницце, в Лондоне, на Сардинії, то что. Вот. И другую тему, связанную с новоречными святами, я хотел бы затронуться, вернуться до украинцев. Насправді, свята святами, Новый год, Новый год, но, пожалуйста, не забывайте, что в Украине, во-первых, идет война. По-друге, сотни патріотов, добровольцев, которые вас защитили своей грудью от русского мира, сейчас сидят в СИЗО. И, как бы, ну, не очень, ну, то, что принимаются все святами, это, как бы, не очень правильно, потому что, если уявить себе вашего сына, или вашего сына, которого за месяц, или за неделю до Нового года по беспределу запроторили в СИЗО, или так бы вы затято перед Новым годом бегали по магазинах, купили подарки, или вы, наверное, нам, напевно, этого не делали. Так что, прошу зайвий раз задуматься и, ну, более скромнее проводить свои свята и думать про главное, а не про вторинное. Это, в принципе, это то, что я хотел сегодня сказать. Щиро дякую за внимание. Так, друзья, у нас сегодня добра новина. Сейчас в результате обмена 74 украинских военнослужащих уже едут домой. Да, слава Богу. Я вспоминаю три роки тому, и многие донбассовцы вспомнят, ровно в этот же день, 27 грудня, тоже наши хлопцы, мы тут застрелились с ними, донбассовцы, которых не хотели тогда отпускать, даже в принципе, в результате обмена, который был следствием первой блокады оккупированных территорий, когда останавливали конвой Ахметова, вышли на свободу, они тут у нас часть, которые не смогли поехать домой, поселились в гостинице Киев, и помню все эти ощущения, поэтому дай Бог, чтобы хлопцы, многие из которых сейчас уже три с чем-то года в плену, там есть даже ребята, которые в саур-могиле еще в плен попали, приехали домой, побачили, что дома все доброе, все тоже важливое новина, ну, надеемся, что точно так же получат свободу остальные. Второе, не очень добрая новина, вчера, несмотря на все эти акции, хождение вокруг Стеллы с требованием посадить назад тетушковода Крысина, который отпустили, хотя он убил журналиста в 2014 году, ну, перепутал, он хотел там Майданаса, но попал на журналиста, никто никого не выпустил, а еще двоих тетушек отпустили с его же банды. Чему все это происходит? Ну, потому что акция в поддержку Порошенко прошла дуже мляво, немая кадров, поэтому кадры выпускают, ну, что нужно ожидать в следующий раз? Ожидать топаза, да, там, ожидать, да, который даст команду, ожидать массу других людей, аккомпанемент, наверное, там, Ян Табачник, плюс Луценко на ложках, Юрий Кот будет ведущим. Все это, конечно, сумно, просто хочу взвернуться до тех людей, которым все не то, и все не так, и чем-то не подобается. Наш протест. Кушайте, будь ласка, все на вину, тики, не обрапайтесь. А тем, кто готов бороться, напоминаю, что у нас здесь идет мобилизация патриотов, которые нам, как только Украина выйдет из новоречных свят, дуже-дуже здесь понадобятся. Третье. Значит, прочитали мы законопроект про антикоррупционный суд, который Порошенко внес в парламент. Ну, я думаю, никому никто не удивится. Это новости, что он опять всех попытался обмануть, и опять у него ничего не получилось. Есть идея, вот какая, обратиться к правительству США и правительству Евросоюза с просьбой помочь нам подобрать судей. Они же нам союзники. Они финансово помогают, помогают в войне с Москвой оружием. Пусть и тут помогут. Правда, отдельные политики подняли крик на тему того, что вот, это то же самое, как Янукович в 14-м, в 13-м посадил на пост министра обороны и главы СБУ российских граждан. Ну, мне кажется, что всем понятно, что есть разница между Москвой, которая стрелялась везде кадры, и которая с помощью коррупции управляет нашей страной изнутри, и нашими союзниками, которые могут помочь подобрать независимый суд. Потому что лойно, лойном вырезать не можно. А именно лойном является сейчас большая судовая система. Нужен стальной скальпель. Поэтому, думаю, что после начала работы парламента и с улицы, и изнутри займемся правками этого законопроекта. Да, оно идет все медленно, хочется быстрее. Многим людям действия хочется движения. Но я вас напоминаю, что не раньше, чем у нас будет, как мы там задумали, комитет национального притонку, в котором будут люди, готовые взять на себя ответповедальность по каждому отрасли, по каждому напрямку. Будут саккумулированы все решения, и нас будет достать, чтобы страну не затащили в какой-то гражданский конфликт, внутренний, гражданскую войну. Чтобы не было, знаете, а то Путин нападет и со слепого траста конфетку заберет, когда мы сможем все целый утриматы, тогда настанет час. А зараз нам задача спокойно, нормально прожить в порядке, в беспеке, на величине света. И хочу сказать, уже, я думаю, Зорин говорил, что 1 сечня у нас будет, что у нас будет? День народжения, святкувания, дня народжения Степана Бандеры. Светкувания, дня народжения, Степана Бандеры. Хочу сказать, что вот уже будет возможность себя проявить, будут отжимания, подтягивания, бег в мешках, бег в шинах, и прочее, прочее. Но это, я думаю, Зорин уже до всех доведет. Еще раз, очень рады мы все за наших хлопцев, которые сейчас увидят свои семьи. Все мы знаем, что психологическая реабилитация, что воссоединение с семьей, это очень все тяжело, и дай Бог, чтобы у них все это прошло нормально. Я думаю, что от всех вас с чистого сердца желаем, чтобы у них все было доброе. Слава Украине! Героям слава!